МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ Сценарий «Кандидат искусствоведения» Константин Рычков, Петр Ильич Чайковский, фрагменты из симфонии «Манфред», фрагмент первой части «Серенады для струнного оркестра», вступление к опере Евгения Нигин, интродукция к опере «Пиковая дама», танец феи Драже из балета «Щелкунчик», итальянское капричио на темы народных песен. Исполняет Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Соло в оркестре Георгий Хачикян, Челеста. Письма композитора читает Егор Бироев. Дирижер Владимир Федосеев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Из писем Петра Ильича Чайковского, 1880-х годов. Я так люблю ни с чем не сравнимую прелесть русской природы, что иногда вообще отрицаю существование природы где-либо, кроме России. Наша деревенская глушь оказывает на меня поистине благотворное воздействие. И, осознав это, я решил обзавестись клочком земли с домом. Мне хотелось, чтобы он располагался отдельно от прочих поселений и при этом рядом с железнодорожной станцией, дабы Москва и Петербург всегда были у меня под рукой. И вот после долгих мучительных поисков я принял предложение поселиться неподалеку от Клина, где я обрел свой угол в России. Теперь из моего окна открывается широкий вид надаль, и как хорошо, как просторно дышать под этим необозримым горизонтом, не говоря о том, сколько приятно знать, что никто не помешает твоим занятиям, чтению и прогулкам. Здесь я понял раз и навсегда, что моя мечта поселиться на весь остальной век в русской деревне есть не мимолетный каприз, а настоящая душевная потребность. Только в деревне я чувствую себя самим собой, перестаю носить какую-либо маску и живу настоящей жизнью. Когда я состарюсь и уже не смогу сочинять музыку, наверное, займусь цветоводством. Недавно я насеял и насадил перед домом массу цветов и, надеюсь, вскоре наслаждаться ими. Кроме того, неожиданно для себя я пристрастился запускать здесь воздушного змея. И что за чудно этот змей с трещотками! КОНЕЦ 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 Из писем Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек с 1878 по 1885 год «Милый друг, и снова политические известия нарушают привычный ритм жизни. Все ходят, как на вулкане, который вот-вот раскроется и забушует. Все чувствуют, что положение дел в мире непрочно и должны произойти перемены, но ничего нельзя предвидеть. Неужели опять может случиться война? Опять потекут кровавые реки, опять интересы искусства отойдут на второй план, опять Россия будет тратить лучшие силы ради поддержания своего достоинства? «Я очень болезненно чувствую раны, наносимые нашей Родине, и не сомневаюсь, что в конце концов Россия и вообще славянский мир возьмет свое. Хотя бы уж потому, что на нашей стороне правда, честность и истина, тогда как на стороне наших врагов исключительно купеческие расчеты, эгоизм, бессердечие. Если будет война, я рад, что в это время буду находиться в России. Много неприятных минут пришлось мне вынести на чужбине, видя то злорадство, с которым принимались везде известия о наших малейших неудачах и, наоборот, злоба, когда на нашей стороне была победа. Замечали ли вы, до чего единодушно ненавидит нас сегодня вся Европа? Даже швейцарские газеты, которые мне случалось держать в руках, вторят Англии и требуют, чтобы Россия всюду уступала. Я уже не говорю о Франции. Там вся пресса горячится против нас, не меньше английской. Нет спору, что многое у нас оставляет желать лучшего, но можно ли указать хотя бы на одну страну, пусть и в Европе, в которой всем во всех отношениях было бы хорошо? Везде есть масса недовольных, везде борьба партий, все тот же произвол и тот же беспорядок в большей или меньшей степени. Из этого можно заключить, что правительственного идеала не существует, и что люди осуждены до конца веков испытывать разочарование. Сейчас нет ничего важнее поддержания мира, и мне кажется, что этому способна помочь русская музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чешской писательнице, либретистке и переводчице Марии Червенковой Ригеровой 12 сентября 1888 года Уважаемая Мария Францевна, спасибо за ваше доброе письмо. Со дня отъезда из Чехии я не имел никаких известий о том, действительно ли мой Евгений Онегин будет поставлен в Пражском театре. Как хорошо, что дело это окончательно решилось. Должен признаться, что меня очень радует энтузиазм, с которым весь театральный мир стал относиться к моим новым операм. Раньше, чтобы они были приняты и поставлены, мне приходилось хлопотать, просить, делать разные визиты. Теперь все обстоит иначе. Вероятно, успех их связан с тем, что я всегда стремился как можно искренне и правдивее выразить музыкой то, что заложено в тексте, и выбирал сюжеты, в которых действуют настоящие живые люди, чувствующие так же, как и я. От всей души благодарю вас за перевод либретта Онегина на чешский язык. Получив его, я решил освежить в памяти некоторые сцены из оперы, и в итоге проиграл на рояле все дечище целиком. Совестно признаваться в этом, но были минуты, когда мне приходилось останавливаться от волнения и подступающих слез. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Позвольте представиться, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Боже мой! Но как говорить им нелестную для них правду и почему я обязан это делать?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Директору Санкт-Петербургских императорских театров в Севоложскому 12 февраля 1891 года Глубоко уважаемый Иван Александрович! Приехав в Петербург после продолжительных европейских гастролей я услышал, что пиковую даму неожиданно сняли с репертуара Хороша новость! Я чувствую себя глубоко оскорбленным и хочу знать, почему в разгар сезона мою оперу, которую вы и все причастные к театру лица считали украшением репертуара отбросили в сторону, как негодный балласт Мне необходимо какое-нибудь разъяснение иначе я не смогу с должным спокойствием приняться за новую оперу для того же театра Напомню, что заняться сочинением пиковой дамы в свое время попросили меня именно вы Согласившись, я был вынужден бросить множество важных дел дабы работать без помех и подготовить все к ближайшему сезону Работал я усердно и, кажется, пиковая дама вышла очень интересной оперой Может быть, через год я буду ее ненавидеть, как ненавижу многие свои произведения Но сейчас я ее ужасно люблю и считаю, что написавший ее совершил нечто вроде подвига Скажу больше Ныне мировая история разделилась для меня на два периода Первый простирается от сотворения мира до пиковой дамы Второй же начался вместе с появлением на свет этой оперы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пиковой дамы 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 Петру Ивановичу Йоргенсону 3 июня 1891 года Друг мой, я обещал рассказать тебе немного об американской поездке и о том, как она образовалась Однажды ко мне приехал некто господин Цетт, которого мне со всех сторон рекомендовали наилучшим образом. Он приезжал специально, чтобы переговорить, принимаю ли я приглашение дать в Америке серию концертов по случаю открытия громадного Карнеги Холла с фантастическим вознаграждением. Решив, что ничего не теряю, я это предложение принял. Должен сказать, что к искусству американцы очень внимательны, и хотя главный интерес здесь нажива, культурная жизнь у них бьет ключом. Есть мои вещи, которых в Москве еще не знают, а здесь их по нескольку раз в сезон исполняют и пишут к ним статьи с комментарием. Не правда ли это курьезно? Дамы во время антрактов и после концертов собирались толпами глазеть на меня, а пресса воспевала мне такую хвалу, на которую в России я никогда и помышлять не мог. Однако, несмотря на все это, я всеми фибрами своего существа стремился домой, и месячное пребывание в Америке стало для меня истинной мукой. Не могу выразить, до чего я был счастлив, когда снова очутился в России и смог засесть в клину за работу над балетом «Щелкунчик». В связи с его инструментовкой у меня к тебе есть одна просьба. В свое время, будучи во Франции, я открыл новый оркестровый инструмент, нечто среднее между маленьким фортепьяно и колокольчиками с божественным чудным звуком. Называется он «Челеста» и стоит 1200 франков. Купить сей чудный инструмент можно только в Париже у изобретателя «Мюстеля». Очень надеюсь, что ты согласишься исполнить мою просьбу. «Челеста» потребуется в Петербурге раньше, чем в Москве. Следовательно, доставить ее нужно будет именно туда. Но при этом я желал бы, чтобы ее никому не показывали, ибо боюсь, что римские Корсаков и Глазунов пронюхают и раньше меня воспользуются ее необыкновенным звучанием. Я привижу от этого инструмента поистине колоссальный эффект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из писем Чайковского великому князю Константину Романову, 1893 год. «Ваше императорское высочество, трудно высказать, как я был обрадован и тронут вашими дорогими строками. Давно не имел счастья видеть вас, но постоянно из разных источников получал сведения обо всем с вами происходящем, радовался вашим радостям и скорбел о ваших печалях. Как вы добры, что среди своих многосложных обязанностей и занятий не забываете меня. Право, я не заслуживаю вашего драгоценного внимания. Благодарю вас также за отправку мне своих новых стихов. Они необычайно красивы, роскошны и звучны. Надеюсь, что мое предыдущее письмо дошло до вас, но не помню, заключались ли в нем известия о моих новых заграничных успехах. С тех пор, как мы в последний раз виделись, я успел побывать в Америке, где меня необыкновенно радушно принимали. После этого съездил на постановку в Иоланты в Гамбург. А в конце мая мне предстоит поездка в Англию на юбилей Кембриджского университета, где я был избран доктором музыки и должен там, а также в Лондоне, дирижировать. На этом надо бы мне прекратить заграничные поездки с целью выставляться перед публикой. Если уж выезжать за рубеж, то лучше тихо провести несколько месяцев в Италии, занимаясь сочинением музыки. Помнится, лет десять назад, будучи в Риме, именно с такой целью я оказался свидетелем большого празднества с несметной толпой людей в масках. Позже, под впечатлением от увиденного, я написал итальянскую фантазию. Она получилась очень эффектной, и во время гастрольных поездок я не раз исполнял ее в разных частях света. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо! Добро пожаловать на наш канал! Спасибо! 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 !